Структурная функция Я хочу вам сказать, что в этом атласе есть такая картинка, которая, правда, кратко, очень неподробно, кратко, но тем не менее так и называется структурно-функциональная модель интегративной работы мозга, предложенная Александром Романовичем Лурия. Здесь можно создать некоторое представление на этой картинке о структурно-функциональной модели мозга по Лурия. Итак, что же из себя представляет структурно-функциональная модель мозга по Лурия или концепция о трех блоках мозга? Александр Романович Лурия разделил все структуры мозга на три группы, на три блока в зависимости от той роли, которую они играют в обеспечении целостной психической деятельности. И получилась такая трехчастная модель, состоящая из трех блоков мозга. Мы с вами будем последовательно сейчас рассматривать все эти три блока мозга. В единой логике сначала название блока, потом структуры, которые входят в каждый блок мозга, и в дальнейшем функции этих зон мозга, этого блока мозга. Итак, структурно-функциональная модель мозга по Лурии включает в себя три блока. Первый называется энергетический блок мозга, или в более ранних работах Лурия его называл блок регуляции тонуса и активности. Первый энергетический блок мозга включает неспецифические структуры различных уровней. Это ретикулярная формация ствола мозга, это неспецифические структуры среднего мозга, это динцефальные отделы, это лимбическая система и самый верхний корковый уровень первого блока мозга, это медиабазальные отделы коры лобных и височных структур мозга. То есть в целом можно сказать, что это глубинная структура мозга, начиная от ствола мозга, от самых нижних отделов головного мозга и заканчивая медиабазальными отделами лобных и височных структур мозга. Если мы обратимся к атласу, то некоторые структуры глубинные можно увидеть на этой большой картинке. Здесь можно увидеть стволовые структуры, динцефальные структуры, лимбическую систему. А также можно увидеть медиальную поверхность лобных долей. На этой картинке можно увидеть только медиальную поверхность лобных долей. А если мы обратимся к другой картинке, вот этой картинке, на ней можно увидеть и медиальную поверхность лобных долей, и височных долей. Вот медиальная поверхность мозга. На этой медиальной поверхности мы видим некоторую часть глубинных подкорковых структур мозга, а также медиальную поверхность лобных долей, медиальную поверхность височной доли. Это довольно большие по площади зоны. Также, если мы посмотрим на мозг снизу, а вот это вид снизу на мозг, это базальные отделы лобных долей и базальные отделы височных долей. Вот какая большая по площади зона мозга включается в первый структурно-функциональный блок мозга. Это базальный лоб и базальный висок. Так же, как и медиальный лоб и медиальный висок, как корковые отделы первого блока мозга. Эти структуры, которые Лорио включил в первый блок мозга, регулируют два типа процессов активации. Это и общие генерализованные изменения активации мозга, которые являются основой различных функциональных состояний, а также и локальные избирательные активационные изменения, которые необходимы для осуществления отдельных высших психических функций. Роль аппаратов этого первого блока, то есть структур, которые входят в первый блок мозга, это поддержание тонуса коры больших полушарий и состояние бодрствования, которое обеспечивается связями с корой. Эти связи осуществляются ретикулярной формацией, которая имеет как восходящие, как вы помните из анатомии, так и нисходящие волокна. По этим восходящим и нисходящим путям обеспечиваются эти активационные влияния. Общее функциональное значение структур первого блока — это регуляция процессов активации, обеспечение общего тонуса центральной нервной системы, который необходим для любой психической деятельности. Абсолютно любой психической деятельности. Без этого тонуса психическая деятельность просто невозможна или глубоко дефектна. В этом смысле первый блок мозга или структуры первого блока связаны с сознанием и вниманием, такими важными сферами психической деятельности. Почему? Потому что и сознание, и внимание с энергетической точки зрения связаны с определенными уровнями активации. Как мы знаем из патологии, из клинической нейропсихологии, обязательно при поражении первого блока мозга, у больного обязательно возникают нарушения сознания и внимания вплоть до отключения сознания, вплоть до состояния комы. И чем ниже уровень поражения первого блока мозга, серьезные грубые поражения нижних отделов первого блока мозга, тем более грубо нарушается сознание, вплоть до отсутствия сознания. Это очень важная функция первого блока мозга. Следующая очень важная функция первого блока мозга — это то, что первый блок мозга связан с модально неспецифическими формами памяти. Здесь требуется пояснение этого термина. В нейропсихологии очень важными понятиями являются понятия модально-специфический и модально-неспецифический. Слово модальность, само понятие модальность, нам с вами должно быть понятно. Модальность — это те процессы, которые происходят в каждой анализаторной системе, в каждом анализаторе. Если мы говорим модально-специфические процессы, значит мы имеем в виду те процессы, которые протекают в каждом анализаторе. Модально-неспецифические процессы — это те процессы, которые не связаны с конкретной анализаторной системой. В отношении памяти существует модально-специфическая память, то есть та память, которая обеспечивается работой конкретной анализаторной системы. Например, зрительная память, слуховая память, тактильная память или двигательная память. Это модально-специфическая память, то есть память в рамках одного анализатора. Также существует и модально-неспецифическая память, о которой я сейчас упоминаю. Модально-неспецифические формы памяти — это запоминание любой информации, независимо от качества стимулов. Теперь обратим внимание на то, что первый блок мозга связан с модально-неспецифическими формами памяти. Действительно, нарушение первого блока мозга на разных уровнях, начиная от нижних и до верхних уровней первого блока мозга, обязательно сопровождается модально-неспецифическими нарушениями памяти у больного. Когда больной плохо запоминает любой материал, и слуховой, и тактильный, абсолютно любые стимулы. Память таких пациентов характеризуется быстрой забывчивостью, тем, что они очень быстро забывают текущую информацию. Повышенная тормозимость следов при текущем запоминании — это особенность памяти при поражении первого блока мозга. Наиболее известным модально-неспецифическим нарушением памяти является Корсаковский амнистический синдром, структура которого заключается в том, что у больного грубо нарушено память на текущее событие при более-менее сохранности памяти на прошлое. В грубых вариантах при Корсаковском синдроме больные практически не фиксируют текущее событие. Буквально пустая пауза между событием и необходимостью его воспроизведения делает невозможным воспроизведение этого события. Корсаковский амнистический синдром был впервые описан Сергеем Сергеевичем Корсаковым, который был удающимся психиатром Московской психиатрической школы, который во многом является родоначальником отечественной клинической психологии, в особенности Московской школы клинической психологии. Он наблюдал больных с алкогольной энцефалопатией, с поражениями мозга, естественно, вследствие алкоголизма, и наблюдал такую память у больных, удивительную память, когда больные практически не запоминали текущее событие. Он мог с ними здороваться по восемь раз в день, и больной каждый раз здоровался с доктором как первый раз, совершенно не помнил, что он уже его видел. Он не помнил, был ли сегодня завтрак, был ли обед, кто его навещал и так далее. Текущие события совершенно практически не фиксировались в памяти больного. Корсаков сделал большой доклад и описал такое нарушение памяти. Большой был доклад, по-моему, в Германии это было, на международной конференции. Этот доклад вызвал очень большой отклик. Корсаков, правда, думал, что это целое заболевание, отдельная болезнь. Но при более пристальном исследовании оказалось, что Корсаковский синдром возникает не только у больных с алкогольной энцефалопатией, что это синдром нарушения памяти, возникающий при других заболеваниях, не только при том, который описал Корсаков. Он получил название синдрома, а не целой болезни. С тех пор получил имя Сергея Сергеевича Корсакова. Все мы знаем Корсаковский синдром под этим именем. Корсаковский синдром возникает именно при поражении первого блока мозга. Более того, сейчас известно, что наиболее грубые проявления Корсаковского синдрома возникают при поражении определенного уровня первого блока мозга, которого мы с вами назвали. Это лимбическая система. В лимбической системе выделяется гиппокамп как очень важная структура в первом блоке мозга, обеспечивающая модально неспецифическую память и текущее запоминание. В отношении Корсаковского синдрома была большая дискуссия, каков же механизм нарушения памяти у таких больных. Почему же они совершенно не запоминают то, что происходит в текущей жизни? Что же они не фиксируют? Уже след не образуется в нервной системе. Или все-таки они не могут извлечь из памяти этот след? На каком этапе нарушена память? То ли вообще не происходит фиксации событий, то ли больной не в состоянии воспроизвести то, что все-таки как-то запомнил. На каком звене нарушен процесс запоминания? Эта большая дискуссия решилась экспериментальным путем. В психологии были проведены многочисленные исследования разными психологами и психиатрами. В частности, наиболее известное исследование проводил Эклапер, это наш Алексей Николаевич Леонтьев, когда таких больных с такой памятью, с корсаковским амнистическим синдромом, в момент рукопожатия психолог покалывал иголкой руку больного, и после второго-третьего такого рукопожатия больной здоровался с психологом, но руки уже не подавал. И когда его спрашивали, почему же он не здоровается с психологом, то больной всячески отговаривался и говорил, что ему неудобно, он руки не помыл или вообще как-то неловко вроде такой специалист, а он обычный человек и так далее. То есть он не помнил, что он уже здоровался, но все-таки руки не подавал. Эти исследования показали, что след образуется, но извлечь его из памяти больной не может. Все-таки покалывание было неприятным, безусловно, не очень болезненно, но все-таки неприятным. И после двух-трех вот таких событий все-таки вырабатывался рефлекс, но больной не мог воспроизвести все-таки события самостоятельно. Итак, на этапе воспроизведения грубые дефекты памяти, которые обусловливают такое вот грубое текущее запоминание. Память на прошлое у больных именно с Корсковским синдромом обычно гораздо более сохранна. Они помнят, что с ними было, как они учились в прошлом и так далее. Даты основные, события своей жизни и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok